Раз, два, три. Это отель Мейфор, 2000 фунтов стерлингов, пожалуйста. Здравствуйте, сегодня мы рассказываем о плохом влиянии, о том, как настольным играм, таким как монополия, придается цифровое измерение. Могу я дать вам свою бесплатную карточку выхода из тюрьмы? Нет, только наличные. Тогда хорошо. Наш главный обзор на этой неделе — Астерик Соловушка. Еще одно. И поскольку виртуальная географическая лига празднует свое столетие, я пойду по стопам Александра Грэма Белла и перейду на Солярис Севен. Но, во-первых, познакомьтесь с Марком Найманом, чемпионом мира по скрэблу. Здравствуйте, добро пожаловать в Бэт Инфлуанс. Спасибо вам. Сейчас мы собираемся бросить вам вызов. Это программа Amiga Scrabble. Да. Вы чувствуете себя уверенно? Я чувствую себя довольно хорошо. Да, на самом деле у меня было несколько игр и репетиций с ним. И на данный момент это одна игра, так что это заключительное. Хорошо. Тогда идите, и мы посмотрим, как вы справитесь в конце шоу. Большое спасибо. Эээ, да. Да. Привет. Здравствуйте, мошкара. Или это должно быть мошкара, скребунья. Ха-ха-ха. Вот несколько полезных слов для скрэблу. Во-первых, вращаться, что означает по-настоящему раздражать кого-то, поглаживая его по голове. Во-вторых, парик капля. Это человек, которого вы просто не можете устоять перед раздражением каждый раз, когда видите его. И, конечно же, есть БГАЗ, который стоит дешево для Дезерт Страйк на Амиго. Просто введите его на экране пароля, а затем играйте в игру. Затем, когда у вас кончатся патроны, просто нажмите в 10 раз, и вы получите все свое оружие обратно, и будете неуязвимы для всех ракетных, пулевых и ракетных атак. Примерно так. О, я чуть не забыл свое любимое слово в скребл. Вы избавляетесь от 2Q, 2Z и 3W. Потому что ой. И это звук товарищей по клавиатуре, когда он бьет вас по лицу. Ой. Это правда? Это правда. Взгляните на это. Новая Амиго CD32, первая 32-битная консоль, которая будет выпущена в этой стране. Программное обеспечение, на данный момент его не так уж много. Доступно всего 4 игры, но к Рождеству обещано еще больше. На самом деле 80. Честно. Теперь, когда вы покупаете консоль, вы получаете все обычные мелочи, сетевой адаптер и так далее. И вы получаете этот контроллер довольно странной формы. Почему он такой формы, я понятия не имею. Похоже, это не улучшает играбельность. На самом деле это просто неприятность. Вы также получаете две игры. У вас есть игра под названием Оскар, а это диггеры, которые, ну на то чтобы начать, уходят целая вечность, а потом она очень медленная. И это похоже на леммингов, но это далеко не так весело. Но скоро появятся удивительные 32-битные игры, они обещают нам это. Это называется Rise of the Robots, футуристическая игра BTM Up, в которой в полной мере используется огромная палитра машины, насчитывающая более 16 миллионов цветов. И как и любая CD-система, она в полной мере использует звук CD-качества и музыку CD-качества. И как мы уже много раз говорили в этой программе, вы получаете лучшее соотношение цены и качества игры на компакт-диске, чем на дискете или картридже. И это потому, что, конечно, компакт-диск может содержать гораздо больше информации. Я уверен, что вы узнаете в нем робокода Джеймса Понда. Но на компакт-диске 32 эта игра имеет удивительные 140 уровней. Я только надеюсь, что они включили коды уровней. Персонаж комиксов Астерикс довольно популярен. Он продал более 20 миллионов книг, снялся в собственной серии анимационных фильмов и даже обзавелся собственным тематическим парком во Франции. Теперь он играет главную роль в собственной игре с Несс. Сейчас 50 год до нашей эры. Абеликс был захвачен вторгшейся армией рябины, так что Астерикс с небольшой помощью собачьих догматиков должен пойти и вернуть его. Вот Адам в Древней Галлии. Это своего рода заурядная платформенная игра, которую все компании, с которыми мы работаем, выпускают уже довольно давно. В ней не так уж много интересного. Все, что вы делаете, это поднимаете предметы и ударяете по ним, но это много уровней, так что вы можете продолжать идти целую вечность. Здесь у вас довольно типичная последовательность действий, много прыжков. Если вы посмотрите на нижнюю часть экрана в поисках своей догматики, укусите солдата, чтобы он не напал на меня, что полезно. Как вы можете видеть здесь, там много прыжков. Это зелье делает его временно непобедимым, так что вы можете прорваться сквозь врага и разить его, не нанося никакого урона. Это еще один полезный момент, к сожалению. Вам просто наскучит игра. Там просто все эти прыжки вокруг да около, и делать нечего. Вы просто прыгаете здесь между облаками. В чем смысл? Здесь вам нужно запрыгнуть боссу на спину, чтобы не пострадать от живой изгороди. Эти монеты здесь, когда у вас их будет сто, дадут вам дополнительную жизнь, грабительский ход от Марио, которым игра отчаянно пытается быть, но совсем не сокращает его. Одна интересная особенность заключается в том, что после часа непрерывной игры появляется этот экран, сообщающий вам, что вам следует сделать перерыв. Лично я не знаю, почему кому-то захочется играть в эту игру в течение часа непрерывно. Здесь слишком много прыжков, недостаточно того, что нужно сделать. Я бы не играл в эту игру, если бы мне за это не платили. А поскольку эта игра стоит 45 фунтов, я бы взял эти 45 фунтов и купил несколько книг. По крайней мере, я получил бы от них больше удовольствия. Мне нравятся главные герои, особенно собака. У игры действительно хорошая графика, но игровой процесс мог бы быть и лучше. Мне потребовалось некоторое время, чтобы войти в эту игру, но как только я это сделал, она стала довольно хорошей, и мне тоже понравилась обстановка римских времен. Так что итоговы баллы за Астерикса. Девочки дали ему в среднем 3 балла из 5, а мальчикам некоторым из них он понравился больше, чем Адаму, так что в целом они тоже дали ему 3 балла из 5. Я ожидаю, что вы, как и я, будете поражены, услышав недавно новости из Америки о том, что виртуальная реальность на самом деле была открыта более 100 лет назад. Таинственная виртуальная географическая лига только что раскрыла тот факт, что они исследуют киберпространство с начала века. Но сейчас им нужно больше средств на исследование, и поэтому им пришлось открыть свои двери для публики. И среди них был наш собственный Зет Райт. В Лондоне сейчас половина одиннадцатого вечера. Волнат Крик, Калифорния. Сейчас сразу после обеда. И это позже, чем я думала на Солярисе 7-го. Я нахожусь в штаб-квартире Виртуальной географической лиги. Именно из этого самого здания некоторые из самых отважных искателей приключений в истории отправились исследовать киберпространство. И я собираюсь присоединиться к ним. Всем пилотам Альфа-4. Альфа-4, пожалуйста, сообщите район вылета. Внимание всем пилотам Альфа-4. Ой, извините меня. Это моя миссия. Я была перемещена на пустынную планету Солярис 7. И теперь я нахожусь в боевом мехе высотой 30 футов. Я сражаюсь с семью другими воинами Мака со всей вселенной, и это битва на всю глубину. Мак обладает почти подавляющим набором вооружений и систем, но для управления им требуется много практики. После возвращения на Землю и процедур дезактивации пилоты в голове любят собираться вокруг мониторов для разбора полетов и сравнивать замечания по тактике. Но у меня есть более важная задача узнать больше об истории виртуальной географической лиги от члена правления Тима Диснея. Большая часть истории виртуальной географической лиги остается окутанной тайной, но мы знаем несколько вещей. В первую очередь то, что она была основана в 1895 году Александром Грэмом Белом и Николой Теслой с целью открытия и исследования других вселенных. Разве это не опасно? В истории лиги было несколько инцидентов, сдерживающих отсек. Вы заметите, что это сильно укрепленная конструкция. На это есть причина. Было несколько эпизодов, когда нежелательные автостопщики возвращались на Землю, и в результате произошел некоторый хаос. Но мы действительно улучшили наши стандарты безопасности, и фактически мы потеряли только 11 пилотов за последние 25 лет межпространственных путешествий. Так что мы очень гордимся нашими показателями безопасности. Фактически, я принес вам сюда это руководство по эксплуатации, и я предлагаю вам обратить очень пристальное внимание на правила, касающиеся безопасности, в шестой главе. Глава шестая. Все пилоты бета-версии 6. Зона вылета бета-версии 6? 10. Это моя миссия. Я поняла. Хорошо, удачи видите. И не забудьте шестую главу. Проигравшим смерть. Моя следующая переездка на Марс, Красную планету, в 2053 году. Никакого давления. Это просто марсианская гонка смерти. На Красной планете я буду участвовать в опасной гонке Хабблкрафта с моими товарищами по приключениям. Чем ниже вы находитесь, тем быстрее летите. Беря на себя роли рабов или шахтеров. На связи неопознанный пилот. Остановитесь и окажите помощь. Использование транспортного средства не снимается с ее рук. Моя задача победить других игроков и мчаться к свободе любыми доступными мне способами. Я могу врезаться в них, но найдите мои твердотопливные ракетные ускорители, чтобы я могла получить преимущество в скорости. О, я вот-вот разобьюсь. О, легкие повреждения. О, боже. Только что взорвался. Теперь я на третьем месте. Другие ремесла управляются реальными играми, так что каждое приключение отличается от других. И я очень хорошо справилась. Это мой бортовой журнал пилота. В нем указано, сколько очков я получила, с кем столкнулась и сколько нарушений я зафиксировала. Ну что же, вернемся к реальности. Если вы верите в это, вы поверите во что угодно. Есть планы создать виртуальные миры и в этой стране, возможно в следующем году, и возможно в Лондоне. Технология сражений основана на этой настольной игре, и точно так же, как когда в нее играл Z. Идея состоит в том, чтобы уничтожать противников и захватывать земли. Игра с Nersmag Warrior также основана на технологии сражений. Теперь перейдем к новостям и анонсам этой недели. Еще одна масштабная сенсация за дурное влияние. Это первый телевизионный показ за пределами Японии совершенно нового компакт-диска Sonic. Этот удивительный диск содержит семь аппетитных уровней с использованием фантастических эффектов прокрутки и вращения, а также под уровень звукового пинбола. Эти герои с половиной панциря вернулись в свою собственную избитую игру под названием Teenage Mutant Hero Tuttle's Tournament Fighters. Леонардо и вся банда были доступны для участия в битве из беев, а также шесть злодеев, таких как Шреддер и Акула Мутант по имени Армагон. Последний карманный воскресный стропон для вашего геймбой. Это огромный мальчик-бустер. Этот массивный пластиковый корпус полностью окружает вашего геймбой. У него есть стереодинамики, большие кнопки и усилитель. Здесь сбоку есть выдвижные ящики и маленькие отделения для наушников и тележек. Там есть лупа, есть подсветка, даже надежный маленький мини-джойстик. Вы можете продлить срок службы вашего геймбой с помощью дополнительных резервных батарейных отсеков в нижней части, а также сетевого адаптера. Ваши кроссовки выглядят тусклыми и безжизненными. У них есть то, что только что появилось в кадре. Поверьте мне на слово. Вы серьезно не круты, и вам нужна помощь из лаборатории по уходу за тренерами. Здесь, в лаборатории по уходу за тренерами, мы используем самые современные технологии для охлаждения обуви. Верно, ребята, пока они бродят, вот действительно классный совет для прохладного места на мега-драйв. Просто поставьте игру на паузу в любом месте вот так и ведите ABC-BAC-ABC-BAC, и вы попадете прямо в конец уровня вот так. Хорошо, я думаю, мне лучше проверить своих трейдеров, сэр. Еще несколько часов, я думаю, да. Мальчик, вы могли чувствовать этот запах даже отсюда. Пришло время узнать, как чемпион мира по Скрэблу справляется с Амиго. Кто побеждает? На данный момент я просто впереди, 323 против 303, и это мой ход. Но на данный момент у меня на стойке довольно плохие буквы, так что это игра для кого угодно. Так как же вы находите эту компьютерную версию Скрэбл? Это очень тяжело. Я играю на самом высоком уровне. Есть 12 различных уровней, и половина из них жалеет, что я не играл на более низком уровне. Хорошо, тогда я позволю вам заняться этим прямо сейчас. Большое спасибо. Инди? Цифровым лечением пользуется не только Скрэбл. Многие другие любимые семейные игры обретают новую жизнь по мере того, как компании по производству игрушек. Переводят свои бестселлеры в видеоформат по совпадению как раз к Рождеству. Это монополия на ПК. Сейчас, на первый взгляд, она может показаться примерно такой же полезной, как руководство по шоколадному огню, но подумайте об этом. В том, чтобы сложить картон в стопку перед компьютером, есть свои преимущества. Они есть. Что, например, вам не нужно спорить с компьютером о том, кому достанется цилиндр, не так ли? В любом случае, вы можете играть против семи других компьютеризированных персонажей. У каждого из них есть свои собственные причудливые маленькие личностные черты. Некоторые из них довольно яркие, а некоторые довольно толстые, и вы можете сохранить игру. Чтобы вам не пришлось упаковывать доску, как вы это делаете обычно, и это действительно все. Это Маджонг. В этой конкретной версии игры основная идея состоит в том, чтобы избавиться от всех плиток, сопоставив их так, как будто это та самая пара. Перед каждой игрой вы должны отсортировать плитки и разложить их по-разному. Есть множество разных способов сделать это, и на это уходит целая вечность. Однако в версии игры для SNES, которая называется Shanghai 2, это не проблема. Это базовый шаблон. Теперь я просто избавляюсь от плиток точно по тому же принципу. Я нахожу плитку, у которой два голых края рядом друг с другом, нажимаю на них джойстиком, и они исчезают. И тогда я думаю, что застряну ненадолго. Даже таким старым фаворитам, как линкоры, было оказано полное лечение. В этой версии линкоров в формате сиди они попытались немного оживить ее, поместив реальные кадры морской войны в левом нижнем углу экрана, на которых изображено, что происходит. Будь то попадание или промах, затонул ли корабль и так далее. Продолжайте. Попадание, красные, промахи, белые. Если вы потопите все его корабли до того, как он потопит все ваши, вы выиграли или наоборот. А кроме того, это похоже на игру, в которую я играл в школе. Проверьте. И, конечно же, эти шахматы, которые были первой настольной игрой, когда-либо компьютеризированы. Только недавно программное обеспечение стало нравиться всем, кто меньше гроссмейстера. Это Battle Chess 4000. Доска представляет собой поле битвы с 32 оцифрованными глиняными моделями, выступающими в качестве фигур. Пешки обмениваются ударами-замками, а ферзи разносят слонов в дребезги. А это маниакальные национальные пасхи на шахматы. Сумасшедшие персонажи были воплощены в жизни зацифрованных кадров реальных актеров. У них яростные анимированные сражения, и им досаждает гроссмейстер, который насылает на них всевозможных странных существ, чтобы досаждать им. Это интереснее, чем смотреть, как шорт и ругаются. Но, несмотря на все технические хитрости компьютерных игр, для меня нет ничего лучше, чем на самом деле поспорить с Вайлетт о том, должна ли она мне деньги за аренду на Пикадиле. Вы должны это сделать. Я верю, вы верите. Я знаю. А теперь еще несколько обзоров игр. Цыпленок Альфред на Амиго видит нашего ощипанного, извините, отважного героя, идущего по следу цыплят Меха, которые украли все яйца, а также подружку Альфреда. Вот Лиза, чтобы разобраться в этом беспорядке. Когда вы впервые начинаете играть в эту игру, вам трудно контролировать Альфреда и понимать игру. Но через некоторое время игры вы начинаете осваивать маневры. Это третий уровень вуд. По кусочкам дерева вы можете отличить гвозди и кусочки листьев. Сейчас я прохожу через потайной вход в комнату, где есть цветок. Теперь, если я заберу этот телефон, она даст мне специальное оружие, которое имеет форму варенья. Теперь я могу стрелять и собирать эти предметы за очки. Эта игра хуже любой другой платформенной игры, в которую я играла. В ней очень трудно маневрировать. Это кажется очень простой игрой по сравнению с некоторыми релизами Амиго. Она могла бы понравиться молодым игрокам, но мне она не понравилась. Я действительно ненавижу эту игру. Игровой процесс действительно прост. А оценки за цыпленка Альфреда? Девочки дали ему птицу, 2 балла из 5, а мальчики дали ему фолл, 2 балла из 5. Gunstar Heroes на Mega Drive – это ожесточенная перестрелка для одного или двух игроков. История гласит, что злой злодей украл 4 магических кристалла и намерен захватить власть над миром. Вот зацепка с оружием, ведущая на помощь. Это одна из лучших игр, когда-либо созданных для Mega Drive. Она очень быстрая, так что вы не знаете, что будет дальше. Это Seven Force. Он босс последнего уровня на втором уровне. Как только вы победили его, он превращается в другого босса, которого вы должны продолжать побеждать. В начале игры вы можете выбрать любое из четырех различных видов оружия. Вы также можете собирать другое оружие в процессе игры, так что у вас есть два, и их можно комбинировать. Вам не нужно постоянно нажимать на кнопку «Огонь», вам просто нужно удерживать ее нажатой. Эту игру определенно стоит купить, особенно если вам нравятся экшены и есть дополнительный бонус в виде двух игроков. Мне нравится эта игра, она действительно хороша. Графика тоже хорошая, но это сбивает с толку, когда вас двое на экране. Это очень хорошая игра. Если вам нравятся стрелялки, то это очень здорово. Она намного лучше средней. А также оценки для Gunstar Heroes. Девочки дали отличную оценку 4 балла из 5, и мальчики согласны с этим. У них 4 балла из 5. Нет, нет, еще не совсем готовы. Многие люди спрашивают меня, как работает система заголовков. По сути, мне удалили все волосы хирургическим путем и заменили их совершенно специальным материалом, который я изобрел, под названием «Грубая веревка». На расстоянии это похоже на настоящие волосы, но вблизи вы, вероятно, можете увидеть, что они состоят из сотен крошечных насекомых, которые схватили с любовью подготовленные подписи в свои клещи. Я продемонстрирую это с помощью этих дешевых четырех пародий на SNES. Молодцы, крошечные друзья. Поставьте игру на паузу в любом месте и ведите ее в BBXXAYAY вверх, затем влево, и вы получите максимальную мощность. Привет. Хорошо, крошечные друзья, теперь вы можете отпустить. Я сказал, что вы можете отпустить. Отпустите, я сказал. К счастью, Рудра нет в продаже в магазинах. Если вы хотите прочитать данные, установите свой видеомагнитофон прямо сейчас. Конкурс на прошлой неделе состоял в том, чтобы выиграть Неогео, игру и, конечно же, футболку Bad Influence. Вопрос был в том, из какого фильма это последняя сцена. Ответ – «Крепкий орешек номер два» и «Счастливая победительница» Аманда Джейн Брэдбери из «Линтон пеленальный плащ» в Дербишире. Молодец. Где вы? Приз конкурса на этой неделе – компакт-диск 32 с программным обеспечением О, и, конечно же, футболки с плохим влиянием. И вопрос конкурса очень прост. Как чаще всего называется шахматная фигура, известная как ладья. Если вы думаете, позвоните нам по номеру 891 700, 100 звонков должны стоить вам не более 25 пенсов. Но получите разрешение от того, кто оплачивает телефонный счет, прежде чем звонить. Линии будут открыты до полуночи понедельника. Желаю удачи. Прямо перед тем, как мы уйдем, этот вопрос у всех на устах. Кто лучше – чемпион мира по скреблу или амиго? Кто победил? Кто победил? Амиго официально выиграла с преимуществом в 6 очков, но в конце это было довольно иронично. На самом деле я нажал поперек, а не вниз на своем последнем ходу. Так вы проиграли, потому что это был компьютер? Я выиграл, если бы играл на доске, но я проиграл, потому что ввел в компьютер не ту цифру. Во всяком случае, это было бы очень близко. Это было очень близко, это отличный игрок. Какое ваше лучшее слово было? Моим лучшим словом было Эквиния, а его лучшим словом были Вихри, что очень приятно, используя букву Х. Спасибо, что сыграли ее для нас. Это просто доказывает, что компьютер почти можно победить. И наконец-то, наконец-то, как раз перед тем, как мы уйдем, завтра состоится запуск игры, которую все так долго ждали. Street Fighter 2 Turbo на ловушках. Наконец-то вы сможете управлять боссами. Говорят, это действительно здорово. Полный обзор на следующей неделе. Следите за этим пространством. До свидания, до свидания, до свидания. Я должна сказать, приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон»!